Когда спотовые биткоины и TF были одобрены в январе, вся динамика крипторынка изменилась. И не только из-за того, что биткоин дошел до нового all-time high. Инвесторы повсюду были взволнованы перспективой массивного потока денег в биткоин от институционалов. И отсюда появляется вопрос, кто из них вкладывается. Сегодня мы пройдемся по всему, что вам нужно знать об этом институциональном интересе к спотовым биткоин-ИТФам и расскажем вам, что может произойти далее. Оставайтесь с нами. На случай, если вы не уверены в том, что такое спотовые биткоины-ИТФы и в том, как они работают, вот все, что вам нужно знать. Спотовые биткоины-ИТФы это финансовые инструменты, которые отслеживают цену биткоина. Попросту они работают очень похожим образом на акции, и ими можно торговать на рынке акций. Каждая ИТФ-акция обеспечена непосредственно биткоином, находящимся на хранении, что дает инвесторам способ получить доступ к движению цены биткоина, без необходимости покупать, хранить и управлять этим крипто непосредственно. 10 января этого года 11 спотовых биткоин-ИТФов были одобрены SEC от таких компаний, как Grayscale, BlackRock, Fidelity, VanEck и других, что подвело борьбу длиной в десятилетие к победному концу. Это было невероятно важно, потому что, по сути, это создало мост между крипто и традиционными финансами. Не только это привлечет новых розничных инвесторов, которые обычно вовлекаются только в рынок акций, но это также открыло шлюз для вливания капитала от институциональных инвесторов. И эти потоки довольно большие. В октябре прошлого года Пол Броди заявил, что существуют триллионы институциональных долларов, которые ждут одобрения ИТФ. В ноябре основатель и CEO Galaxy Digital Mike Novogradz заявил, что 2024 буквально будет годом институционального принятия. В основном сначала через ИТФ и биткоина, и после чего ИТФ и эфириума. И как мы теперь знаем, это было в точку. Итак, это ясно, что было очень много хайпа вокруг спотовых биткоин-ИТФов по мере приближения к их одобрению. Но как ожидание, сравнимо с реальностью. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть, что первый спотовый биткоин-ИТФ в США начал предрыночную торговлю с двузначными прибылями, по мере того, как инвесторы старались получить позицию в биткоине. И этот импульс продолжался какое-то время. В течение первой недели запуска спотовый биткоин-ИТФ превзошел больше чем в три раза дневной объем. Всех 500 ИТФов, запущенных в 2023 вместе с объемами быстро превосходящими 10 миллиардов долларов. Это много денег всего за неделю. И, как интересный факт, спотовые биткоины-ИТФы BlackRock и Fidelity пережили самый крупный дебютный месяц среди всех ИТФов за последние три десятилетия. И оба они получили больше трех миллиардов долларов каждый в активах под управлением. В январе американские спотовые биткоины-ИТФы создали 15% всей спотовой торговли биткоина. И к февралю менеджеры активов, управляющие ИТФами, впитывали больше чем в 10 раз больше биткоина, чем майнеры могли произвести. Настолько много, что BlackRock не потребовалось много времени, чтобы накопить 100 тысяч биткоинов в активах под управлением. И согласно отчету криптокуанта, ИТФы создают 75% новых инвестиций в биткоин. То есть людей, которые не были уже вовлечены в крипто. Просто впитайте это. К марту потоки продолжали приходить до той точки, что они затолкали биткоин на новый оллтайм-хай. Больше чем на 73 тысячах долларов. Из-за чего первый раз в истории новый оллтайм-хай был достигнут до халвинга. Что подчеркивает тот факт, что спотовые ИТФы поменяли динамику крипторынка. Но последующие недели цена биткоина значительно снизилась, поскольку ИТФы начали переживать очень сильные выводы. И она начала опять двигаться только к концу марта. Тем не менее, общий торговый объем на самом деле утроился. В апреле притоки начали замедляться. И в итоге стали довольно серьезными оттоками. Это было отражено на цене биткоина, которое упало примерно на 15% в этом месяце. С 71 тысячи примерно до 60. Даже BlackRock, который управляет самым крупным спотовым биткоин-ИТФом, пережил приостановку инвестиций. Рыночные аналитики говорят, что причина для этого, скорее всего, в растущем геополитическом напряжении. Но давайте туда не будем ходить. В любом случае, с тех пор цена биткоина была немножко неприятной. И в основном это из-за чередования дней притоков и оттоков у ИТФов. Но, в целом говоря, было больше притоков, чем оттоков. Как мы ранее упоминали, в целом до одобрения все думали, что большая часть капитала придет от институционалов. И первый месяц или около того так и было. Согласно недавнему отчету аналисис, в первый месяц после одобрения спотовых биткоин-ИТФов объем транзакций более 1 миллиона долларов увеличился больше всего. Второе самое крупное увеличение было в транзакциях от 100 тысяч до 1 миллиона, пока профессиональные и розничные инвесторы позже не присоединились ближе к концу февраля. Отчет также отмечает, что дневные ИТФ-объемы увеличились почти до 10 миллиардов долларов в марте. И объемы устойчиво оставались в миллиардах долларов. Не только это, но спотовые биткоин-ИТФы невероятно обогнали первый золотой ИТФ, запущенный в 2005. И, как вы видите из графика, он даже не близок. И, цитируя слова Chainalysis, с миллиардами долларов притоков с 10 января 2024-го, биткоин-ИТФы коллективно стали самым популярным ИТФом всех времен. Теперь отсюда вытекает вопрос, какие институционалы активно вовлечены в крипто через ИТФы? Короткий ответ – их много. В мае было открыто, что больше шести сотен фирм коллективно инвестировали почти 3,5 миллиарда долларов в ИТФы биткоина. Это было открыто в форме 13F, поданной в SEC. Чтобы вы понимали, форма 13F – это квартальный отчет для SEC, в который нужно вписать всех инвесторов, у которых как минимум 100 миллионов долларов в активах под управлением. В то время как это не будет на 100% точно. Можно довольно уверенно заявить, что большая часть инвесторов с такими деньгами в банке будут институционалами. В любом случае, некоторые громкие имена в этом списке – Морган Стэнли, Джей Пи Морган, Уэллс Фарго, UBS, BNP Париба, Королевский Банк Канады и хедж-фонды, такие как Миллениум и Шонфилд. И это далеко не все. И с тех пор прошел еще один квартал, и 14 августа еще одна форма 13F была подана в SEC, которая показала еще больший рост. Согласно посту от главы по инвестициям Bitwisers, форма 13F показала, что существует больше 19 сотен держателей ETF биткоина во втором квартале. Но также стоит отметить, что это не означает, что есть 19 сотен институционалов, которые держат биткоин ETF. Это просто из-за того, что многие держатели отчитываются по позициям в разных ETF. Но, учитывая, что эта логика также применялась и в первом квартале, Хоган утверждает, что было 30% увеличение в держателях от первого ко второму кварталу. Он также объясняет, что институционалы имеют по большей части бриллиантовые руки, говоря, что две трети институциональных инвесторов либо купили больше, либо держали свои позиции в биткоинах весь второй квартал. Если конкретнее 44% менеджеров активов увеличили свои позиции в биткоин ETF и 22% попросту ходлили. Что касается остальной трети институционалов, только 21% снизил свои инвестиции и только 13% полностью вышли. Хоган также высказывается по поводу этого ходлинга следующим образом. Если вы думали, что институциональные инвесторы будут паниковать при первых признаках волатильности, данные указывают на обратное. Они довольно стабильны. Он также говорит, что хедж-фонды остаются крупными игроками в пространстве и топовыми являются Миллениум, Шонфилд, Бузбей и Капила. Теперь, в то время как форумы 13F показали, что институционалы больше вовлечены в крипто, чем когда-либо, это не остановило критику принятия ETF-ов. Это из-за того, что из всех активов под управлением в ETF-ах, только 21% принадлежит институционалам и 79% в руках розничных инвесторов. Об этом также Мэтт Хоган говорил в Твиттере. Он сказал, что это не отражает полную картину. Его словами, цитирую, ETF-ы биткоина были приняты институциональными инвесторами быстрее, чем любые другие ETF-ы в истории. Не верьте, что это только розничная история. Данные доказывают обратное. Он также говорит, что ETF-ы биткоина притянули больше 17 миллиардов долларов с запуска в январе, побивая все предыдущие рекорды. Далее он показывает таблицу, в которой указано число институциональных держателей и общие активы под управлением для нескольких ETF-ов. И результаты открывают глаза. ETF-ы биткоина имеют около 1100 институциональных держателей, примерно в три раза больше, чем NASDAQ 100, который на втором месте и у которого всего 374 держателя. Так получилось, что у NASDAQ 100 немного больше активов под управлением. Но Хоган отмечает, что это как сравнивать яблоки с апельсинами. Ключевой момент в этом всем в том, что несмотря на дисбаланс между розницей и институционалами, ETF-ы биткоина получают принятие быстрее, чем любой другой ETF в истории. Недавно поданные формы 13F открывают растущий список фирм с доступом к биткоину. И одно из самых новых имен – это инвестиционный банк Морган Стэнли, который отчитался о том, что держит около 188 миллионов долларов в ETF-е BlackRock, который помещает его в пятерку самых крупных держателей, более чем с 5,5 миллионов акций. Он также отчитался о 148 тысячах долларов в грейскейловском биткоин-трасте и об 1,6 миллиона в трасте ARK Invest. Другие недавние имена включают Goldman Sachs и еще один инвестиционный банк, у которого около 480 миллионов долларов в ETF-ах и более половины в BlackRock. JP Morgan был еще одним именем в этом списке, который отчитался о 760 тысячах долларов в акциях биткоин-трастов. Интересный факт. Во втором квартале Морган Стэнли анонсировал, что он будет позволять своим финансовым советникам рекомендовать ETF-ы биткоина своим клиентам, в основном ETF-ы от BlackRock и Fidelity. И не очень интересный факт. Бывший сотрудник SEC Джон Рид Старк сказал, что это было попросту предсмертным желанием компании. Сказав, цитирую, Морган Стэнли только что добровольно подставил себя под то, что, скорее всего, станет самым крупным наплывом проверок SEC в истории. Такая веселая компания сидит в SEC, не правда ли? В любом случае, в первом квартале Международный хедж-фонд Millennium Management раскрыл владение активами на 2 миллиарда долларов в ETF-ах биткоина, разделенными между пятью различными ETF-ами. BlackRock стал самым крупным, в котором больше чем 844 миллиона долларов, но Fidelity очень близко на втором месте, в котором 806 миллионов. Старший ETF-аналитик Bloomberg даже описал Millennium как «король биткоин-ETF держателей». Были также инвестиции от американских государственных пенсионных фондов, включая инвестиционный совет Висконсина, который вложил около 164 миллионов долларов в ETF и биткоина, а также пенсионная система Мичигана держит около 6,6 миллиона долларов в ETF-ах. Даже мэр Нью-Джерси анонсировал планы по инвестициям в ETF и биткоина для пенсионного фонда города, но на момент съемки этого видео он не конкретизировал объемы. Как вы видите, число институционалов, запрыгивающих на поезд, увеличивается стремительно. Согласно одному старшему аналитику от K33, с первого квартала существует больше чем 260 новых фирм, которые инвестируют в ETF-ы. И если вам интересно, самые крупные игроки в это время — это Goldman Sachs, Capula и Avenir, которые коллективно купили акции биткоин-ETF на 1,3 миллиарда долларов. Итак, к этому моменту вы знаете, что спотовые биткоин-ETF были невероятным успехом. Следующим вопросом будет, что будет дальше для крипто-ETF? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, поговорив о небольшом моменте под названием 8 эфириумных ETF-ов, которые были внезапно одобрены SEC и начали торговлю 23 июля. Это бычьи новости для эфира, который на момент съемки все еще должен забрать свои максимумы. Ноября 2021-го. Запуск спотового эфириумного ETF-а не прошел так гладко, как запуск его биткоиновых братьев. В первый день торговли спотовый эфириумный ETF увидел притоки в районе 107 миллионов долларов и довольно впечатляюще имел около миллиарда долларов в объеме. Но все повернулось в худшую сторону на второй день, когда появились оттоки в 113 миллионов долларов. На самом деле притоки были довольно слабыми по сравнению со спотовыми биткоин-ETF-ами. И только к середине августа недельные потоки стали позитивными в первый раз запуска. Чтобы быть до конца честными, это не было полным провалом. В целом эфириумные ETF-ы все еще получали больше притоков, чем оттоков. Но это была довольно ухабистая дорога. Наверное, из-за этого BlackRock сказали, что они не видят сильного интереса на горизонте для ETF-ов помимо биткоина и эфириума. Несмотря на это, тем не менее, Фрэнклин Темплтон выразил интерес к ETF-у Соланы после успеха эфириума, и он также подал на ETF криптоиндекса. Это будет отслеживать производительность индекса институциональных цифровых активов, который сейчас состоит только из биткоина и эфира. В это же время глава по исследованиям цифровых активов в Энекс также поглядывает в сторону ETF-у Соланы, говоря, что закрытое дело о мошенничестве из 18-го может быть ключом к спотовому ETF-у Соланы, несмотря на то, что многие аналитики думают, что одобрение будет очень маловероятным в ближайшее время. Мы думаем так же, и вы можете узнать почему, посмотрев недавнее видео, ссылка будет в описании. В любом случае, в то время как спотовый ETF-у Соланы может быть не в картах, в ближайшем будущем все равно есть шанс, что другие крипто могут получить свой ETF. На самом деле, если вы посмотрите на набор грейскейловских альткоин трастов, вы можете получить представление о том, каким крипто институциональные инвесторы уделяют наибольшее внимание. Тут есть трасты для ряда различных монет и также пару индексных трастов по различным нарративам. Так получилось, что у нас также есть видео об альткоин-предложениях грейскейла, и вы можете узнать о том, какой альткоин может быть в очереди следующим на ETF в описании. А пока что, чем больше инвесторов продолжают принимать существующие ETF-ы, биткоин и эфир могут быть подняты на новые all-time high. Это прекрасно видеть, что институциональные инвесторы выбирают ходлинг через волатильность, потому что капитал от этих инвестиций очень легко может стать каркасом для будущего успеха. Любые дополнительные ETF-ы для альткоинов будут бычьими для всей криптоиндустрии, конкретно для крипто под вопросом. Тем не менее, это неясно, когда это может произойти. И это предполагает, что мы не увидим изменений в том, как регулируются эти ETF-ы. Любые изменения, которые придут, могут не только усложнить процесс, но могут даже встряхнуть существующие ETF-ы, конкретнее, если они повлияют на доступность этих продуктов для инвесторов. Конечно же, это регулирование также зависит от результата грядущих ноябрьских президентских выборов. Если прокриптокандидат будет выбран, это откроет двери для более продуманного регулирования, которое позволит индустрии процветать. И наоборот, если выбранный человек будет против крипто, вещи, скорее всего, не станут легче и могут даже стать сложнее. Если вы хотите узнать больше о том, как грядущие выборы могут повлиять на криптоиндустрию, можете посмотреть наше недавнее видео по этой теме. Ссылка, конечно же, в описании.